Доброе утро, друзья! Ну, идея родилась, на самом деле, в прошлом году в Биеннале я делал выставку «Китайское детство», на самом деле, о детстве моем, о детстве моих одногодок, так сказать, что вот поколение, которое до меня было, они все кичатся, что у них было советское детство. Я решил, что у меня, вроде как, не советское детство, детство 90-х, оно китайское, то есть китайские игрушки, китайская одежда, все одноразово, и, то есть я думаю, это так, на менталитет людей моего поколения все равно такое, чтобы что-то заложило, как бы, формирование личности. Как я вас понимаю, у меня же тоже было китайское детство. Так и у меня китайское детство «Стамагочи». Да, вот, и после этой выставки, то есть я решил, что надо как-то все-таки съездить в Китай. И искал, ну, поводов туда съездить, то есть, и, как бы, космос услышал меня, и меня пригласила китайская галерея к себе на выставку, туда съездить в Китай. А в какой город? Это рядом с Гуанчжоу, там небольшой город, Жоушань. Ну, ну, там в итоге ездили по разным городам, то есть и Гуанчжоу, и Шэньчжэнь, то есть повозили меня. И сколько вы там пробылись, что увидели там? Ну, я туда поехал в начале на одну неделю, то есть открыть выставку и уехать. Ну, так китайцы очень медленные, то есть я там остался на месяц. А мне казалось, наоборот, они прям... Ну, там были такие... Они только шьют быстро. Именно в галерее заведовали русские, поэтому они были медленные, да. Так, так. И, то есть, и мой приятель, с которым я туда приехал, он уехал, и я остался там, в Китае еще, получается, на три недели. И я решил не терять время и писать работы. Вот, и три недели писал картины, и выставка открылась две недели назад, но другая еще. То есть, на самом деле, китайская эволюция – это выставка графики. То есть, вот, те работы, которые вы писали в Китае, они называются «Китайские впечатления», да? И вот сейчас у нас в студии как раз-таки работы вот с той выставки. Нет, на самом деле, здесь в студии, то есть, китайские впечатления, они висят сейчас в галерее. В галерее, да, в галерее, потому что у меня утром приходят студенты в 9 утра, то есть, я решил их немножко не огорчать отсутствием работы. Так. И принес работы, на самом деле, от тайской выставки. То есть, я по такому же принципу ездил в Таиланд и писал там работы. То есть, это вот здесь вот я… А, то есть, аналогия немножечко, да? Да, я решил, что китайские работы, пусть зритель идет смотреть в галерею, а вот тайские работы 2013 года. Они были написаны в Таиланде? Вот эта вот работа была непосредственно в Таиланде, это уже под впечатлением из Таиланда. Ага, а что там изображено? Расскажите нам. Ну, тут у меня был адиптих русской кухни, то есть, там я в Таиланде жил 3 месяца, то есть, это я с тайцами готовил русскую кухню, под впечатлением уже здесь. Путешественник какой, да? Таиланка ест борщ, то есть, там пельмени ест, а это улица Таиланда, соседняя улица, где я там жил. Ну, тогда расскажите, как они реагировали на нашу кухню, потому что это кардинальное различие, да? Ну, я не могу сказать, что для меня это не было такой принципиальной разницы, то есть, я никогда не скучал по русской кухне. А как они реагировали на пельмени и борщ? Пельмени очень хорошо. То есть, нашли, да? Больше бы, посмотри, умалчивает. И я даже, ну, на самом деле, борщ там не готовил, то есть, мы с ними готовили пельмени, все наши там ингредиенты. Ну, мука только булорицевая, конечно. Ну, то есть... Ладно, ладно, ладно про Таиланд. Выставка-то у нас про Китай, которая сегодня вечером открывается. Пожалуйста, расскажи нам, чем эта выставка, китайская революция, будет отличаться от выставки китайские впечатления? Китайские впечатления. То есть, это работа, непосредственно написанная в Китае. То есть, там писал с натуры что-то именно прям на улице, что-то писал там в студии в Китае, привез сюда эти работы. А сегодня открывается выставка графики. То есть, это уже, на самом деле, впечатления, это вот именно в графике. Я приехал, у меня осталось много еще эмоций, и я решил, график это более быстрый материал, чем живопись. Я решил их, как бы, выплеснуть именно в графичных листах. Для меня это, как бы, техника новая, то есть, я художник-живописец все-таки. То есть, и для зрителей это будет, как бы... А сложнее в графике рисовать? Да, везде просто. Да, это кому как. Можно употребить, кстати, вот это вот слово, графики рисовать? Потому что всегда, мне кажется, художники обижаются. Пишу маслом, рисую акварель. Вот расскажите нам, чтобы не путаться. Ну, да рисовать, на самом деле, то есть, это все-таки... О, не писали. Я рисую, да? Это такое ханжество уже. То есть, я считаю, что... Сказал, я обычно говорю, я крашу. Пойду покрашу. Он даже руки красит, посмотри. Видно, что человек работал. Заканчивал последние там штрихи. Ну, это такие специализмы, да, как там моряки говорят, мы ходим, да, плаваем. Ну, графику можно говорить, я рисую. Слушайте, Кирилл, ну, а дальше-то вы собираетесь куда-то еще, в какую-то страну, чтобы мы увидели ваши работы с впечатлениями? Ну, мне, как бы, да, нравится такой подход именно с путешествиями, то есть, и отдохнуть, и поработать. То есть, есть в планах страны, но пока что буду секретить, что... А, ну, хорошо. То есть, я такой, люблю интриги. Так, понятно. А как вы из этих стран потом привозите картины, вот, уже на рамах или это все? Нет, в руонах все это. То есть, это все пишу там на подрамнике, потом снимаю, везу в Россию. То есть, сложнее, на самом деле, из России увезти работу, потому что вот в Китае сейчас выставка идет, то есть, там очень много документов надо собрать в России, чтобы там сделать выставку. А как на границе, то есть, говорят, куда повез, это... Ну, да, да, то есть, разумеется, то есть, там... Не твое. Не вывозим. Это таможник, то есть, необходимо достать документы от Министерства культуры, что вот я это вывожу, верну обратно. Ух ты, как сложно. Возможно, не верну. Ну, там интересный... Ну, ладно, лучше, секрет не будем. Не будем, да, друзья, рассказывать. Напоминаю вам, у нас в гостях был художник Кирилл Бородин. Сегодня вечером в Екатеринбурге в лавке мещанина Яковлева откроется его выставка «Китайская революция». Сходить на нее сможете и вы. Отправляйтесь. Друзья, сейчас небольшой перерыв, а потом мы вам расскажем еще несколько интересных фактов о наследственности.